Чтобы у нас было одно требование, чтобы Творец раскрылся между нами, соединил нас воедино, и тогда мы раскроем его. Друзья, мы начинаем с собрания товарищей, оно будет внутренним. Мы сделаем это как семинар, и поэтому, прежде чем мы начнем, мы вкратце пройдем правила семинара. Один из законов семинара, что все равны, все соединены. У всех есть часть, важная часть совершенства. Мы будем говорить кратко, будем говорить от сердца, добавлять друг к другу. И всегда мы движемся в правую сторону по кругу. И самое важное в семинаре это объединение. Единственный путь, единственный правильный ответ, это единственное между нами. Мы хотим создать поле, теплое поле единства. Поэтому мы хотим задать первый вопрос. Но прежде давайте посмотрим в глаза товарищу, выразим любовь к товарищам, наши чувства к ним, чувства тепла, которые исходят из этого поля. Подумайте о том, о всех тех чувствах, которые вы ощутили вчера. И давайте поделимся, что это было благодаря товарищам, которые собрались здесь. И вдруг в сердце ощущается это признание. Итак, друзья, как мы можем поблагодарить Творца за то, что мы получили вчера? Поблагодарить товарищей, друг друга. Каждый говорит минуту, говорит от сердца. Он говорит, что нам нужно подчинить по У SAT. По-разву-три-разву-три-разву-три-разву-три-разву-три-разву-три. Оп Продолжение следует... 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 Осталась еще минута. Мы полны благодарности нашим друзьям. Мы стараемся дать друзьям больше, чем они дают нам. Дать как можно больше. Отменить себя перед товарищами. И просто вознести их величие. То, что им удается это сделать. И мы практически видим, показываем, что мы ценим товарища. Те действия, которые я могу произвести, то есть любить товарища как себя. Давать им ту важность. Друзья, спасибо, что вы поделились своими чувствами. Есть второй вопрос. Есть цитата, говорящая о нашей работе в «Десятках». Она говорит так. Я чувствую в мыслях, что я с сердцами товарищей вместе. Я всегда стараюсь найти общее, выразить тепло. что мы ценим всех как одного. Я повторяюсь. Я удерживаю товарищей, что мы с товарищами в сердцах вместе. Я не отделяюсь от них. Я пытаюсь определить это общее желание, выразить тепло. Мы стараемся быть как один и раскрыть единого Творца. Вопрос. Как мне не перестать, как мне не прекратить быть в этом? Пожалуйста. Минута к каждому. Способ не прекратить чувствовать это объединение с товарищами это попытаться найти точки в их сердцах и наполнить их любовью. Я стараюсь удерживать свои намерения на товарищей, направлять их на товарищей, делиться с ними и никогда не выходить из намерения так, чтобы увидеть, что у нас одно намерение и с помощью объединения намерений мы можем познать самих себя и раскрыть больше кли. Мы постоянно напоминаем друг другу, что мы не можем сделать это сами. Мы очень ценим наших товарищей. Мы понимаем, каждый миг, когда друзья возле меня, я стараюсь с ними объединиться. И таким образом раскрывается Творец. И я хочу как можно крепче держать своих товарищей, чтобы использовать то время, которое мы здесь, самым лучшим образом, а именно для раскрытия Творца. с помощью того, что я поднимаюсь и стараюсь соединить точки в сердце с товарищами. Каббалисты говорят, что получить я могу только ради товарищей. Передавать товарищам десятки, создать эту особую сущность, которая держится силой любви. Это все в заботе о товарищах, связь с товарищами. И когда мы усиливаем эту связь, когда мы вкладываем больше силы товарищей не оставят тебя. И чем больше сил ты вкладываешь, ты получишь их обратно. Это как страховка. И это хороший круг. И когда я продолжаю делать эти усилия, мое эго возражает. Это мне только показывает мои недостатки. Я всегда должен помнить, что это во мне. И я должен быть благодарен друзьям за то, что они показывают мне мои изъяны. Там, где я получаю, это помогает мне. И я пытаюсь этим воспользоваться, чтобы передать товарищам как можно больше. Это как постоянное давление. Толкать наше эго, чтобы оно раскрывало себя, чтобы мы могли продвигаться, чтобы мы могли делиться с нашими товарищами. Благодаря этому мы сможем объединиться и подталкивая наше эго, опуская его вниз и распространяя любовь между нами. Минимум, который можно сделать, это убедиться, что нет никакого постороннего намерения у нас в уме того, что мы хотим, чтобы произошло с нами. То, что мы не хотим, чтобы произошло с нами, это то, что мы не хотим, чтобы произошло ни с кем из товарищей. Это относительно наших намерений. Это самое меньшее, что мы можем сделать. Сделать мы должны гораздо больше. Подняться над собой, над различием между нами, отменить себя, попытаться объединиться каждый миг, все то время, что мы вместе, любым возможным путем. благодаря тому, что мы хотим увидеть духовную группу как поручительство между нами, когда мы хотим взять это поручительство и передать всему миру. И каждую секунду я вижу своих товарищей, я чувствую важность цели от них, я чувствую важность намерения. И это очень хорошее окружение, это дает уверенность мне. И я понимаю, что все это просто чудесно. Это дает возможность углубиться в окружении. Итак, друзья, после того, как мы собрали все впечатления, все эти ощущения в наших сердцах, последний вопрос о том, как мы можем сейчас прийти на урок как одна и единая группа. Как мы можем сейчас войти в урок как единая группа? Пожалуйста, поговорите об этом. Как мы можем сейчас войти в урок как единая группа? Мы можем взглянуть друг на друга, еще раз высоко оценить каждого и постараться быть единым целым. Мы ценим каждого из нас, что есть у нас это общее намерение, почему мы здесь, мы здесь, чтобы слушать Рава, чтобы мы смогли объединиться друг с другом. Я пытаюсь поделиться и тем, что мы осознаем, что товарищи это часть нашей души, тем, что мы видим каждого товарища как часть системы, без которой ничего нельзя сделать, и важность каждого товарища становится просто неоценимой. это очень важное соединение, мы снижаем наши намерения, мы чувствуем друг друга, и это общее желание всех нас, и мы все делимся одним желанием и хотим дать его товарищу. мы просто входим как один человек с единым сердцем в центр круга и соединяем все остальные круги вместе на урок. Это не только наша десятка, это и другие десятки по всему миру. и мы нашу точку в сердце объединяем с товарищами из других групп и приходим к ощущению, что мы подталкиваем к объединению заново всю душу, объединяем их заново. потому что в том, что мы признаем разбиение и разъединение, мы осознаем важность и видим себя равными и объединенными. И благодаря тому, что мы видим товарищей выше нас, мы поднимаем наших товарищей, мы высоко ценим активность группы, насколько группа помогает каждому и каждый ощущает благодаря этому, что его вклад настолько важен, что невозможно недооценить даже малую долю участия каждого товарища. Поэтому каждого товарища надо поднимать на соответствующий уровень. Единственное, что изменяет эта точка в сердце, которая существует в каждом. я прошу друзей, сделайте все, что можете, я полагаюсь на вас. словами великой товарища, отменить себя и все. Отказаться от эгоизма, попытаться не слышать свои логичные предположения. Откройте свое сердце и почувствуй, что мы буквально одно целое. спасибо. Спасибо, друзья. Это был завершающий вопрос. Еще одна просьба. Мы очень хотим послушать представителей десяток, чтобы они рассказали о том, что вы пережили, почувствовали в десятках. как мы можем, как единая группа, прийти на урок. Действительно, поделитесь от всего сердца, от всего вашего общего сердца, всеми впечатлениями, которые вы собрали. И мы хотим услышать новых товарищей, которые первый раз на Конгрессе. Итак, поделитесь вашими впечатлениями из кругов и расскажите нам, как прибыть нам, как единая группа на урок. Спасибо. Да, я хочу сказать, что я первый раз здесь и я был очень нервоз, в этой группе и сказать впервые на конгрессе была очень расстроена в группе. любовь в этом кругу настолько велика, мы так близки друг другу. и мы взяли друг другу и мы буквально находимся друг в друге. Творец говорит через нас. Я не могу сказать больше, чем это. Еще один круг, пожалуйста. Для меня это тоже первый конгресс. И вчера я должен был постараться, чтобы соответствовать. Я сидел в кругу с самыми разными людьми. Мне было трудно сидеть в таком кругу, но до вечера создалось такое сильное объединение между нами. Я встретил новых друзей. Очень сильное ощущение. Спасибо. Спасибо. Ощущение, что мы знаем друг друга давно. Мы делились не чем-то личным о нашей жизни, но это что-то дорогое, что-то важное. И это желание, оно действительно ощущается как одно желание на всех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я сидел, было бы мне возможно поговорить. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сидели в кругу, я не мог говорить. А сейчас меня переполняют чувства, сердце бьется с большой радостью. Приходите из Словакии, у нас смешанная словако-венгерская группа и препятствия языков нам не мешают. Мы очень любим друг друга. Среди нас очень сильный товарищ по имени Золли. Благодаря ему у меня вообще была возможность встретить Рава Лайтмана в прошлом. Я только хочу сказать, что я в моей жизни сделал очень много ошибок, потому что мое эго очень сильно. Я работаю над собой и надеюсь, что когда-то я удостоюсь преодолеть его. Мы любим вас. Нет никого кроме него. Благодарю вас. 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 Благодарю вас.